Здравствуйте, меня зовут Медведков Яков. Я преподаватель кафедры неорганической химии Самарского университета. В рамках данного курса мы познакомимся с основами кристаллой химии и с некоторыми особенностями строения кристаллических веществ. Одним из важнейших понятий в кристаллой химии является симметрия. Сами того не осознавая, мы встречаем большое количество симметричных объектов каждый день. Однако, какой объект считать симметричным? Обычно в это понятие вкладывается значение зеркальной симметрии. Ярким примером зеркальной симметрии являются многие здания, например, это театр. Проходящие в центре линия делят его на две части, каждая из которых является зеркальным отражением другой. Зеркальная симметрия встречается во многих зданиях и архитектурных элементах. Несмотря на интуитивное понимание зеркальной симметрии, для дальнейшего ее использования нам необходимо дать ей определение. Для этого нам понадобится зеркальная плоскость, которая в кристаллой химии обозначается как σ, и некоторая точка А. Для того, чтобы отобразить точку А в зеркальной плоскости, вначале нам необходимо провести линию от точки к зеркальной плоскости, так, чтобы линия была перпендикулярна плоскости. Затем необходимо продолжить эту линию на расстояние, равное расстоянию от точки до плоскости. Вот если это у нас расстояние r, то далее мы под плоскостью уже продлим на расстояние r нашу линию. И в конце этой линии как раз и появится новая отраженная точка h'. Что же делать, если нам необходимо отобразить объект? Формально для этого необходимо отобразить все точки объекта в зеркальной плоскости. Но отражение бесконечного числа точек, из которых в основном состоят объекты, не входит в наши планы. Поэтому обычно отображают какие-то основные точки. Если мы возьмем вектор некий А, опять, для того, чтобы отобразить его в зеркальной плоскости, мы не будем все точки отображать, а отобразим только начало и конец вектора. То есть возьмем точку, где вектор начинается, вот эту, отобразим ее, и возьмем точку, где вектор заканчивается, это вот эта точка. И опять отобразим. И получим новый вектор h'. Симметрия окружает нас повсюду. И одним из результатов изучения данного курса будет то, что вы научитесь видеть ее там, где не видели раньше. При этом вы узнаете, что симметрия не ограничивается одними лишь зеркальными отражениями. Ярким примером этого является логотип нашего университета. А симметрия этого объекта, помимо того, что она содержит в себе зеркальное отражение, содержит также и дополнительный элемент симметрии. Этим дополнительным элементом симметрии является поворотная ось. Поворотная ось, соответственно, поворачивает объект вокруг некоторой вымышленной линии, так что он совмещается сам с собой. С поворотными осями более подробно мы познакомимся в следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok